Друзья, в связи с тем, что Ютуб могут заблокировать в нашей стране, просим вас подписаться на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы вы могли и далее смотреть наши видео. Ссылка в описании. Забытый бункер В восточной части Германии есть лес, в который родители не пускают детей. Да и взрослые чувствуют себя здесь неуютно. Так происходит потому, что прямо среди деревьев на полметра от земли торчат две изогнутые стальные трубы, похожие на перископы. Долгое время никто не решался проверить, куда ведут эти отверстия или найти вход в подземелье, которое могло быть военным бункером, секретной исследовательской станцией или хранилищем. Но недавно двое смельчаков все же отправились в лес. Они поставили цель во что бы то ни стало разузнать тайны этого места. Пройдя по округе, парни обнаружили вход в подземелье. Он находился в 100 метрах от пугающих труб среди хвойных деревьев. В конце коридора и встретила тяжелая металлическая дверь, и она поддалась смелым парням. Они смогли ее повалить и прошли вглубь ранее закрытого помещения. Здесь были указательные надписи на русском языке, а из потолка торчали алые трубы, скорее всего выполняющие функцию вентиляции. На этом моменте у парней села батарейка на видеокамере, и они решили выбраться из подземки. Что в далекие времена находилось здесь, остается загадкой. Скорее всего, это был бункер, подземное убежище для жителей или солдат. Кожа гигантской змеи Сброшенная змея кожа длиной 3,6 метра была обнаружена в округе Камберленд, штат Мэн, США, 20 августа 2016 года. Находка привлекла внимание местных полицейских, которые сфотографировали и запротоколировали ее. Ранее из этого района поступило несколько сообщений о наблюдениях необычно большой змеи, которую уже успели прозвать Уэсси. Пока не ясно, связаны ли между собой эти события, но если да, то можно предположить, что по окрестностям ползает рептилия длиной более 3,5 метров. Офицер полиции Вестбрук отреагировали на сигнал, сфотографировали и забрали кожу для дальнейшего исследования, который покажет, какому виду змеи она принадлежит и не представляет ли этот вид угрозу общественной безопасности. Крошечные двери В 2013 году семья из штата Канзас, США, наткнулась на нечто странное. Среди густых кустарников у корней ствола дерева они обнаружили миниатюрные строения. В небольшие домики вели маленькие дверцы, а за ними открывалась милая и уютная домашняя обстановка. Интерьер жилищ был настолько приближенным к реальности, что люди действительно поверили в то, что в них кто-то обитает. Семья Фишер была в восторге от находки и поделилась ею со своими знакомыми. Данное место получило сказочное название Лесстрикоз. Местные жители терялись в догадках, что за крошечные создания обитают в их лесу. А дети были счастливы от мысли о том, что это могут быть феи или эльфы. Миниатюрные домики в лесном массиве появились всего за одну ночь, и взрослые всячески искали того, кто это сделал. Вскоре выяснилось, что столь прекрасная идея принадлежит одной девушке – Роберте Фрэмптон. Молодая леди переехала в городок в 2012 году. Она переживала тяжелое расставание с молодым человеком, а изготавливая миниатюрные домики, ей было легче проводить время в одиночестве. Роберта поделилась с журналистами, что сначала воплощала в жизнь придуманные домики фей для себя, но, увидев, какой восторг они вызвали у детей, в будущем начала стараться уже для них. Девушка не предполагала, что ее творчество привлечет так много внимания. Смотрите дальше, и вы узнаете, почему остров Раоноак вот уже несколько веков ставит исследователей в тупик. Домашняя белка 28-летний Игорь Гришин, который живет в небольшом селе Кончезера в Карелии, гулял по лесу, когда обнаружил крохотного одинокого бельчонка, который еще даже не мог ходить. Парень не мог пройти мимо беспомощного животного и забрал белку себе, чтобы не дать ей умереть. С тех пор Чиппи, так зовут маленькую зверушку, живет в доме Игоря и стал его лучшим другом. «Он всегда заставляет меня смеяться, отвлекая меня от забот повседневной жизни. Я очень рад, что мы встретились», сказал Игорь. Парень также рассказал, что у Чиппи есть домик, построенный специально для него, и он успешно выучил некоторые команды. Молодой человек даже завел для Чиппи отдельный инстаграм-аккаунт, где выкладывает моменты его беличьей жизни. На снимках видно, что Чиппи хорошо живет в доме у Игоря. У него есть специальное колесо, в котором он бегает, его хорошо кормят, и он доволен своей жизнью. Пришелец В ночь на 29 августа небо над Сан-Диего осветилось необычными огнями. Несмотря на опровержение властей, местные жители связали их с НЛО. Примерно через час после захода солнца, около 20.00 по местному времени, почти по всей территории округа Сан-Диего можно было наблюдать необычные огни в небе. Сначала люди заметили одну группу огней, затем к ним приблизилась вторая. Они парили на одном месте и были очень яркими. Сумасшедшее зрелище! Характеризуют события очевидцы. Размещая в соцсетях фотографии и видеозаписи, люди строили различные догадки. От вторжения инопланетян до военных действий. Одна из теорий оказалась верной. Эскадрилья военно-морской авиации США действительно проводила в эту ночь учение в 50 километрах от побережья города Сан-Диего. По словам военно-морской базы Коронада, огни в небе использовались для того, чтобы отработать маневр уклонения. Но не все очевидцы поверили в это объяснение, особенно с учетом того, что в Южной Калифорнии и раньше были зафиксированы появление НЛО. Друзья, что думаете вы? Действительно ли это были учения? Или военные США опять что-то от нас скрывают? Дышащий лес Видео, снятое в канадской провинции Квебек, заставило многих увидевших его людей строить догадки и одна другой страшнее. Наблюдая за тем, как земля под деревьями будто бы действительно дышит, люди предполагали, что перед ними либо какой-то лесной монстр, либо пробуждающийся от долгого сна дракона. Но реальная причина происходящего оказалась куда прозаичнее. Видео довольно быстро распространилось по соцсетям. Одни считали, что перед ними самый настоящий покемон Сквиртл. Другие думали, что движение Земли очень похоже на пробуждение Годзиллы. Но правда оказалось куда более прозаичной, чем жутковатые предположения людей. Не буду вас томить. Во время обильных дождей почва может становиться настолько влажной, что уже не так хорошо держит корни деревьев. Поэтому, когда ветер дует и макушки деревьев ходят туда-сюда, они тянут за собой и корни. И именно их движение мы и наблюдаем на видео. Спрятанная хижина Пользовательница ТикТока показала, что прогулки в лесу не всегда хорошая идея. В видео, опубликованном 11 марта, девушка засняла, как наткнулась на странное место в лесной местности. Кажется, так и начинаются фильмы ужасов. И кажется, что ничего страшного нет. Но блогерша показывает, что прямо перед хижиной на земле раскинулся лабиринт. И именно странное построение в виде кругов на земле испугало девушку. Когда я пройду этот лабиринт, то уверена, что окажусь в другом королевстве за столом с феями и чуваком с глазами в руках. Готовым убить меня, сказала тиктокерша в видео. Ролик девушки развирусился в тиктоке и набрал более 700 тысяч просмотров. Детская психиатрическая лечебница Детская психиатрическая лечебница Форест Хевен – комплекс, включающий в себя около 30 зданий. Жилые и учебные корпуса, кухни, театр, тренажерный зал, гидротерапию и другие. Располагающиеся площади 1 квадратный километр в Лориле, Мэриланд, США. Во время открытия в 1925 году Форест Хевен считался одним из самых современных и передовых центров, направленных на лечение и изучение различного рода психиатрических расстройств и нарушений. Но с течением времени о многообещающем начале Форест Хевен стали забывать, а надежды пациентов и их близких на выздоровление рассыпались, как песочные замки. Стала появляться информация о жестоком обращении, недодлежащем уходе, злоупотреблениях при работе персонала с пациентами. За все время работы больницы было зафиксировано более 350 правонарушений, и это только те случаи, которые имели огласку. Почвы были обнаружены десятки человеческих останков, о которых ранее ничего не было известно. В 1991 году в Федеральном суде было принято решение о закрытии Форест Хевен из-за многочисленных исков от пациентов и сотрудников. Пропавшие люди Во время колонизации Америки и ближайших островов иногда происходили необъяснимые, на первый взгляд, события. Так было и с колонизацией острова Раанок. Остров Раанок лежит в море совсем рядом с материком, и он показался колонизатором отличным местом для проживания, борьбы с пиратами и испанцами. В 1585 году на остров высадились первые колонисты. Потом они решили вернуться домой, оставив на острове 15 солдат. Люди вернулись в колонию в 1587 году во главе с Джоном Уайтом. По прибытию новых людей их никто не встречал. Оставленные здесь 15 солдат куда-то бесследно исчезли. Укрепления деревни были разрушены, а дома поросли плющом. Кроме скелета одного человека больше ничего не удалось найти. Люди решили, что солдаты просто покинули это место и куда-то переселились, и стали обживаться на новом месте. Через некоторое время Уайт отплыл в Англию для отчета перед королевой. Вернулся Джон Уайт на остров вновь в августе 1590 года. Население острова на тот момент составляло 117 человек. Когда сам Уайт прибыл на остров, он увидел, что на нем никого нет. Люди куда-то исчезли, а все личные вещи, драгоценности и орудия труда остались на месте. Исчез также скот и домашние животные. Матросы лишь обнаружили на дереве вырезанное слово «кроатон». Команда решила, что люди сами ушли из поселения. Дискуссия о том, что же на самом деле случилось с людьми, ведутся до сих пор. Возможно, их убили индейцы или взяли в плен. А возможно, что люди сами ушли к индейцам, чтобы выжить в суровых условиях. Лес довольно страшное место. Не тот лес, который рядом с вашим домом, а тот, что темный и в котором, скорее всего, живут только дикие звери. Бывали ли вы в таких лесах? Что вы там видели? Расскажите в комментариях. С вами, как всегда, был профессор гуглов. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и выбрать для просмотра следующее видео.